Светлана, вы в том числе специализируетесь на геополитической астрологии. Что это вообще такое? Я, честно говоря, вообще не знала о ее существовании. С одной стороны, на первый взгляд кажется, что у меня в руке просто тарелка. Но если вы присмотритесь поглубже, а здесь не все так просто, то это геокварковая тарелка. Потому что именно вот такое вращение ее аккуратно в ладони. Но здесь не все так просто. Есть очень некоторые важные детали, о которых, может быть, я вам расскажу чуть позже. Только я даже и не уверен, сможете ли вы понять особенности этих деталей. Не у всех есть возможность понять с первого раза. Но вы не переживайте, все будет хорошо. Ну так вот, это геокварковая тарелка, воздух в которой позволяет вам, вдыхая его, открывать новые миры. И понимать то, что вы не понимали раньше. И начинать видеть то, что вы не видели раньше, даже когда на это вы уже смотрели. Это геокварковая тарелка, которая позволяет вам вдыхать воздух из нее. Да, это можно делать так. Вы подносите ее к вашему носу и делаете глубокий вдох. И вот вы начинаете чувствовать, будто каждая клетка вашего организма начинает словно по-новому дышать. Словно, знаете, она соприкасается с чем-то таким космическим, где уже все предопределено. И вопрос лишь заключается в том, чтобы это распознать. Возьмите, попробуйте. Я вам сейчас покажу, как это работает. И наверняка вы это почувствуете. Итак, мои дорогие, вы, наверное, поняли, что геокварковые тарелки никто не отменял. И они действительно творят чудеса. Но я хочу сказать вот что. Человек летит на песчинки из ниоткуда в никогда. Разворачивающийся хаос вокруг него нагоняет тревогу и страх. Некогда, многие-многие миллионы лет люди собирались вокруг костра. И рядом был некоторый шаман, который превращал хаос вокруг хотя бы в некоторую иллюзию порядка у них в голове. Не могут люди и не могли объяснить себе хоть что-нибудь. И тогда у них была необходимость вводить геокварковые тарелки. Или геополитическая астрология. Или вообще все, что угодно. Вокруг вас могут быть люди, которые чистят зубы, причесывают волосы, пользуются утюгом. Но в то же время это древние-древние существа. Которые до сих пор надеются, что есть некоторое чудо в виде геокварковых тарелок, которое позволит им хотя бы иметь иллюзию в руках, что мир для них понятный. Итак, с вами Альберт Сафин. Не без юмора и не без мудрости. Вместе со сценками, которые буду показывать здесь я. Я приглашаю вас быть в позиции исследователя. И думать о том, как этот урок, внимательно изучив, какие гипотезы выбираете вы для себя взять, которые могут быть для вас полезными. Ну а то, что геокварковые тарелки позволяют дышать особым воздухом и понимать истинную суть вещей, я думаю, вы это уже поняли. До того, как я не стала с вами знакомиться и готовиться к интервью. Ну, я не знаю, в том числе или не в том числе, но меня, наверное, знают именно вот. Но меня, как правило, знают именно потому, что я являюсь изобретателем геокварковых тарелок. Знаете, ну я уже к этому привыкла. Я не виноват в том, что геокварковые тарелки позволяют людям дышать новым воздухом и начинать замечать, какая новая жизнь разворачивается у них. Итак, еще важный момент, который хочу вам показать. Давайте так, я разыгрываю сценки. Вы уже заметили, каким тоном голоса. А когда я включаю режим Альберта, я буду говорить вот таким тоном голоса. Итак, человек – существо внушаемое. Запомните, видосохраняющая функция человека – это его внушаемость. Это лишь вопрос времени, сколько необходимо долбить каплями человеку по затылку, чтобы он поверил, что он капля. И вот очень важный момент заключается в том, что человек внушаемый. Если перед вами где-то 20 человек, из них 16, сразу поверят в то, что им говорят с первого раза, а если еще добавлять в эту тему эмоциональную составляющую внушения, то это будет работать на 19 человек из 20. Итак, можно говорить так с одной стороны. Ну, это геокварковая тарелка, которая, ну... Ну, а можно говорить так – это геокварковая тарелка, и вы начинаете чувствовать, как внутри у вас разворачиваются новые силы, новые возможности. Да, наверняка вы уже знаете... Может быть, вы не верите в то, что я вам говорю, но это и есть та самая, та самая редкая геокварковая тарелка. Она такая особенная, но вы посмотрите на нее. Смотрите, еще очень важный момент. Тело управляет мыслью. Запомните, вы можете сделать такую татуировку на внутренней стенке своего черепа. Если вы будете внушать эмоциональное состояние в другого человека, вот этого некоторого предвкушения радости, вау, это геокварковая тарелка, знаете, мне наполняет такое вдохновение, столько радости, когда я об этом говорю. Неужели люди смогут, наконец, познакомиться с возможностями этих геокварковых тарелок? Это ж сколько страданий окажется за плечами, и сколько радости будет впереди. Да, эти геокварковые тарелки, на первый взгляд, кажутся чем-то таким непримечательным, но если к ним просмотреться, такое ощущение, что вся мудрость всего мира заключена в этой геокварковости и тарелковости. Разве не так? И даже, знаете, если вам кажется, что это не так, пройдет немного времени, немного совсем времени, и вы начнете замечать, что это так и становится. Ведь если это есть, значит, в этом есть какой-то важный смысл. Я к тому, что человек по умолчанию зеркалит эмоциональное состояние другого. Если рядом с вами все будут ходить тревожно, грустить, и у них будет свисать слюна с кончика их уголка рта, это лишь вопрос времени, что вы тоже грустить и тревожиться начнете. Человек – существо внушаемое, человек – существо стайное. То, что ты из себя представляешь, это побочный эффект того, частью какой стаи ты являешься. Единицей отбора является не индивид, а группа. Помните об этом? Итак, вот, заражение эмоциональным состоянием, зная, что человек не может не зеркалить. Вот это воздействие мы видим здесь в исполнении девушки на экране. Это, понимаете, вот эта геокварковость, я вам сейчас об этом расскажу, что создает иллюзию некой правдоподобности. Раз она так уверенно об этом говорит, значит, это все действительно так и есть. Но запомните, для человека, который вводит другого в заблуждение, этот человек сам может верить в истинность геокварковости этих тарелок. Поэтому даже под страхом казни эшафотом человек может говорить до конца, ну это действительно геокварковость тарелок, это действительно работает. Неужели вы об этом не знаете? Я даже не знаю, как вы с этим живете. Это же геокварковая тарелковость третьего уровня версии 2.0. Рассказать вам об этом подробнее? Настаивать не буду. Я же не могу заставить людей перестать плакать. Это, конечно, их решение. Но вот понимаете, наука не все может сейчас объяснить. По причине геополитических прогнозов. Да, я этим занимаюсь очень много лет. Да, я занимаюсь геокварковыми тарелками уже очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много лет. Ну, сказав это, будет сложнее мне не верить. Ведь если человек чем-то много-много-много-много, очень-очень-очень-очень лет занимается, он, значит, точно разбирается в этой теме. А если еще так уверенно говорить, то как ему не верить? Но человек живет не в реальной мире, а в мире своих представлений. Это важно учитывать. Знаете, доверчивому человеку все, что угодно, наговори. Если у него накопилось желание хоть во что-нибудь верить, хоть чтобы обо что-нибудь опереться, он поверит в это. И ему гораздо легче, знаете, анекдот такой, вспоминаю, он всегда сейчас в тему, особенно в пространстве этого выпуска. Я имею в виду с точки зрения речевого воздействия и того, что человек живет не в реальной мире, а в мире своих представлений. Анекдот. Сколько-сколько вы говорите у вас? 60% годовых? Такие выгодные условия никто не может предложить. Вы точно мошенники. Что вы, что вы, молодой человек. Для вас тогда будет 360% годовых, потому что вы особенный клиент. Да, здорово! Когда я могу нести вам свои деньги? Чем сваще некоторая магическая ложь, тем сложнее в нее не верить. Желание человека обладать каким-то таинственным знанием, геополитическая астрология, создает у него иллюзию того, что он знает что-то такое, что не знает другие. Эта иерархическая инстинктивная составляющая желание обывателя играть в игру «я умнее тебя и мое лучше, чем твое» является в то же время его ахиллесовой пятой, когда он готов свои органы отдать, деньги, время и здоровье, для того, чтобы обладать иллюзией, что он знает что-то лучше, чем знают другие. Поэтому геокварковость тарелок позволит вам видеть в людях то, что даже они не замечают сами. Вы сможете особенным образом на них воздействовать. Если вы будете надевать геокварковую тарелку себе на голову, то таким образом вы соединитесь с вашим сознанием, разумом, вашими мыслями, вашим духом с космосом, который подскажет вам, в каком направлении двигаться лучше. А что это в себя включает? Как вообще можно рассчитать? Ну, все не так просто. Просто дело в том, что когда мы хотим что-либо спрогнозировать... Вы меня извините, пожалуйста, а вот вы говорите про геокварковость и тарелковость. А каким образом получается так, что вдыхание воздуха из геокварковой тарелки позволит мне пускать паутину из моей ладони, телепортироваться, читать мысли других людей и управлять временем? Я просто не могу понять. Объясните мне, пожалуйста. Ну, я просто, понимаете, представитель кафедры научной физики, и мне очень важно понять, что к чему. Я надеюсь, что вы до меня донесете. Я уже собрался кредит брать, чтобы геокварковую тарелку включить, а то в нашей лаборатории все не так просто. Ну, все не так просто. Просто дело в том, что когда мы хотим что-либо спрогнозировать... Ну, все не так просто. Неужели вы не понимаете? На первый взгляд кажется, что это просто какая-то тарелка. Но если вы присмотритесь, вы увидите ее геокварковость, потому что именно ее характеристика, что это геокварковость, делает объяснение не таким простым, каким бы мне хотелось. Знаете, если бы я просто могла вот так вот вам легко объяснить, что к чему, я бы вам с удовольствием объяснила. Потому что, ну, вот есть вот у людей обычные тарелки. Они, бывает, накладывают в них фрукты, овощи, едят, бывает, моют предварительно, бывает, не моют и пыль втирают в слизистую. Иногда даже, бывает, разрезают их. Бывает, даже киви могут есть со шкурками, а бывает, от шкурок киви очищают. Но это, знаете, индивидуально очень, конечно. Но вот в геокварковой тарелке все не так просто. Я даже не знаю, смогу я вам это объяснить. Я думаю, что вам надо попробовать. Да, вот вы сейчас кредит свой возьмете, может быть, если вам, конечно, посчастливится, и вы можете попробовать. Вот вы наденете эту геокварковую тарелку себе на голову, и вот вы почувствуете, знаете, какой-то особенный прилив внутренних сил. И вот вы говорите, что у вас проблемы в лаборатории, да? И тогда даже проблемы в лаборатории будут у вас решены, потому что геокварковость тарелок позволяет вам обладать такой силой, что вы сможете передавать ваши мысли людям, которые вас окружают. И знаете, самое интересное что? Они могут думать... Они могут думать... Знаете, очень интересный момент такой заключается, что вот они могут думать, что это они сами захотели почистить картошку. Но они начинают чистить картошку, потому что они поймали геокварковость вашей мысли. И если у вас не получается срабатывать с геокварковой тарелкой с первого раза, то тогда положите четыре пальца вашей правой руки вот сюда, и указательный палец вам на носик. И тогда ее геокварковость начнет более геокварковым образом швариться. Вычислить, да? Вот, допустим, есть у нас карта человека? Мы знаем, он родился тогда-то, во столько-то. Вот есть у него все параметры. Для того, чтобы бутылку с водой сделать очень ценной, необходимо заставить собеседника испытывать колоссальную жажду. И тогда он будет готов отдать мне все, лишь бы смачивать водой свой язык. И хотя бы чуть-чуть утолить свою жажду. Поэтому есть необходимость всегда человека держать в заинтригованном состоянии и внушать некоторую проблему. И еще обратите внимание. Смотрите. Ну вот понимаете, вот когда речь идет просто о гаданиях, используя тарелки не геокварковые, то тогда все понятно, все просто. Вы просто кладете эту тарелку себе на голову, начинаете стучать по ней кончиками ваших пальцев, и таким образом у вас открываются вот особенные мысли, которые позволяют вам предсказывать будущее. Ну, конечно, не с вероятностью 100%, но как минимум вы уже начинаете контролировать ход вещей. Ну, здесь все просто. Видите, все просто. А когда речь идет о геокварковой тарелке, я еще выше сказала слово «швариться». Вы знаете, не должна была я его вам говорить, потому что это слово мы изучаем только на второй ступени, а иногда даже на третьей. И еще такой важный момент. Ну ладно, когда ваша геокварковость начинает швариться и пронизывать лепесточки кончиков нейронных сетей, вы тогда соединяетесь с тем, что ученые пока не смогли объяснить. Но я тоже вам не смогу объяснить, потому что если у вас недостаточно мозгов, то вы не поймете, вы уж меня извините, пожалуйста. Это, знаете, такая непростая тема. А еще это вот так вот здорово работает, знаете, и вообще так много получаю обратные связи и благодарности от людей, которые разрешили себе швариться благодаря геокварковым тарелкам. Со странами, и в том числе с биржами, а я и экономикой занимаюсь, да, и... Какой опасный человек. Еще и с биржами работает. Представляете, у человека, если заложены все его квартиры, органы его близких, ему нужна последняя надежда. И вместо того, чтобы лечить свою зависимость, обратившись к наркологу, например, он надеется, что он получит какой-то прогноз, который позволит ему более выгодную ставку поставить. И давайте это разыграем в сценке. Знаете, это геокварковость этих тарелок, которая позволяет вам швариться и воздействовать скрытым образом на других людей, и предсказывать будущее. Но знаете, еще я иногда, конечно, практикую и занимаюсь воскрешением мертвецов, но об этом сейчас говорить не буду. Как-то, знаете, само вырвалось, даже не хотела говорить. Лаура, вырежите, пожалуйста, это. Ладно, момент. Не хочу, чтобы люди знали, что я воскрешаю мертвецов, потому что это не всегда срабатывает. Обычно, ну, должно, чтобы прошло не больше двух дней, потому что именно через два дня начинаются необратимые процессы в мозге и в сердце, которые перестали стучаться, и поэтому я не смогу даже с геокварковостью и тарелковостью шварной помочь. Ну, а то, что воскрешаю мертвецов, это, конечно, да. И там, знаете, тоже должна понадобиться геокварковость и тарелковость для того, чтобы швариться основательно. Но там еще есть некоторые ингредиенты, о которых я сейчас говорить не буду, потому что люди не поймут. Это, знаете, обычно уже где-то на седьмой ступени. С инструментами биржевыми, такими как евро, доллар, фьючерсы, с ними так просто не бывает. Может быть, это единственные ключевые слова, с которыми она знакома. Ну, инструменты биржевые, сами понимаете, евро, доллары, фьючерсы, инглиши, конкретиши, и, ну, вот это вот, тетериши, и стретиши, и облигейшинс. Ну, вы сами понимаете, знаете, этих инструментов много, разрешите, я не буду вам все их перечислять. И вообще этих инструментов много, особенно вот воскрешение мертвецов. Сами понимаете, там, знаете, надо будет селезенку запустить, сердечко запустить, мозг включить. Вот иногда даже, знаете, вот с мозгом, когда вот его включаешь, там нужна вот отвертка такая шестигранная, крестовая и примерно плоская, для того, чтобы нейронные сети подкрутить и подключив к передатчику. Поэтому там не все так просто, но об этом сейчас давайте говорить не будем. Далее. Смотрите, видите, создание иллюзии своей экспертности и профессионализма, используя своего рода как бы какие-то ключевые слова из профессионального, в кавычках, дискурса. Ну, евро, доллары, акции, облигации, фьючерсы. Ну, сами понимаете, это объяснять не буду. А представьте, если еще эту передачу смотрит обыватель, которому даже по паспорту 42 года, но по уровню мышления целых 7,5, как сложно в это не верить. Особенно, если это все заряжено эмоциями. Ну, ребята, это тоже так здорово работает. Я не могу понять, но почему вы запрещаете себе, наконец, начинать жить счастливо и богато? Ведь, смотрите, деньги лежат буквально на земле. Здоровье вот оно, счастье вот оно. Я просто не могу понять, ну, почему вы запрещаете себе быть счастливыми? Это же так просто. И как раз эту тему мы будем с вами раскрывать на геокварковости, шварице и тарелковости. Как раз об этом будет идти речь. У-у-у-у. Да-да-да-да-да-да-да-да, я сейчас улавливаю. Я слышу ваши мысли. Запрыгивайте в последний вагон, ребята. Это будет реально здорово. Это будет классно. То есть находится точка отсчета. Это годы. Это проверка. Это тестирование задним числом. Смотрите, для воскрешения мертвецов необходимы годы проверок. Это тестирование задним числом. Это соединение с тем, как ткани соединялись в организме. Здесь необходимы знания анатомии, гистологии, физиологии, патанатомии. Понимаете, много нужно знаний, чтобы уметь с этим работать. И поэтому я вам не смогу сейчас объяснить это все быстро. Это все не так просто, как кажется на первый взгляд. Смотрите, для создания иллюзии понимания, для того, чтобы создать иллюзию того, что это все логически, работает, значит, это действительно так, как этому не верить, необходимо перечислять некоторые компоненты, из которых это все состоит. И таким образом вы создаете иллюзию воображению другого, что вы эксперт. Ну, допустим, мне приходилось прогнозировать, как будут двигаться акции Google. Вы даже не понимаете, может быть, какую дичь сейчас разворачивается в эфире. Вы знаете, если бы у человека было бы понимание хотя бы на одну секунду предсказать поведение на бирже, у этого человека были бы все деньги мира. Это невозможно. Насколько надо иметь отсутствующие сгнившие мозги в чередной коробке, чтобы посерьезки об этом говорить. Но это не мешает нам разыгрывать наши сценки. Ой, вы знаете, один раз мне было необходимо шварить, благодаря геокварковости, моей тарелковости, человека, у которого совершенно не было денег, было так много долгов. И он уже совершенно опустил руки и даже не знал, что необходимо с этим делать. Но было необходимо ему просто запрыгнуть в последний вагон и, знаете, записаться в программу, которая тогда, по-моему, и называлась шварковость, геокварковостью и тарелковость ступень первая. Сейчас уже, кстати, вторая ступень открывается, и там продвинутые, имейте в виду, знания будут. Ну, так вот. И, ну, как я вам скажу, это было непросто. Это было непросто. Но мы справимся. Справимся. Да, мы справимся. Итак, вилами по воде надежда и вера. Просто человек рисует в воздухе, не имеющие никакого основания слова. И чем сильнее в это хочется верить, тем сложнее в это не верить. Люди глупы. Они верят в то, во что верить хотят. Это зарисовка выше про очень выгодные условия. Это как раз об этом. И сейчас я вам покажу маленькую зарисовку в тему. То есть для того, чтобы я поняла, работает это или не работает, мне нужно было исторически... Понимаете, для того, чтобы я поняла, работает ли геокварковость этой тарелковости, когда вы шваритесь, мне было необходимо изучить стекло, из которого мы производим эту тарелковость. Кроме того, на производстве не все так просто. Знаете, на первый взгляд кажется, что мы это стекло выдуваем цельнометаллическим гидравлическим прессом под большую температурой. Но на самом деле это не так. Мы используем метод холодного отжима при производстве тарелковости, потому что это позволяет не лишать гранулы стекла той самой энергетики. Ведь вы же прекрасно понимаете, что мы с вами все из праха вышли и в прах вернемся. Мы с вами все всего лишь атомы, которые когда-то просто снова станут звездами. И когда-то мы звездами были. И для того, чтобы вот эту геокварковость этой тарелковости все-таки заставить работать, я сначала, знаете, на затылок себе ее устанавливала, потом на голову устанавливала, потом вот так вот даже перед лицом устанавливала. Я удивлялась, а почему в таком случае микрофон плохо схватывает звуковые волны. А потом я поняла, это связано с тем, что когда моя тарелковость находится здесь, то звуковые волны, они выходят из затылка и препятствуют контакту с вашими барабанными перепонками. Вы думаете, что вы слышите меня ухом? Нет, вы слышите меня сердцем. Назад все откатить, посмотреть какие даты. То есть это очень большая работа и иногда... Если я просто вам скажу, ну купите эту тарелку, она стоит 10 тысяч рублей, то вы скорее всего после этого покрутите пальцем у виска. Альберт, ты что дурак? За эту тарелку 10 тысяч рублей это того не стоит. Не будем мы тратить такие деньги. Но если перед тем, как продавать эту тарелку, я буду рассказывать вам часами про ее геокварковость, про то, как она позволяет швариться, и про тарелковость, которая бывает разной. И про то, что это не просто тарелка, а это геокварковая тарелковость, которая позволяет шварить фрукты, овощи и еду, которую вы в нее кладете. И употребляя ее в пищу, вы начнете чувствовать прилив сил. А человек существо внушаемое, он в действительности начнет, если выполнять этот ритуал, принимать в пищу еду, которая здесь полежала, самовнушение никто не отменял. Он действительно начнет чувствовать прилив сил. Потому что человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений. Поэтому, знаете, я сейчас вспоминаю такую зарисовку. Может быть, вы смотрели мультфильм «Аладдин». Я помню, смотрел его полнометражный художественный мультфильм «Аладдин». У меня была видеокассета, там была первая и вторая часть. Я очень много раз смотрел «Аладдина». Я даже, знаете, думаю, что сказка об «Аладдине» внесла очень колоссальный вклад в формирование моего жизненного сценария, где я плавно ищу и нахожу волшебство, делюсь им с миром и показываю, как обстоят дела, тренируя критический фактор и не позволяя людям вот так вот нагло обманываться и вот так вот швариться геокварковостью тарелок. Это то, что я и извлек из таинственной пещеры. Это волшебная сила. Ну ладно, видите, обратите внимание, как я протыкаю стены, как мокрый картон, пальцем, показывая, как происходит смещение контекстов. Незаметно, что даже если вы прикладываете усилия, чтобы удерживать фокус вашего внимания, вы никуда не денетесь, вы начнете плыть. Ну так вот, важный момент. К «Аладдину». Помните, там в начале, когда начинается «Аладдин», там просто показывают торговца на рынке, который продает лампу, но у него лампу не покупают. И поэтому он рассказывает большую историю у этой ржавой лампы для того, чтобы эту лампу купили. Потому что без истории эта лампа не значит ничего. И грош ей цена, или в лучшем случае 21 рубль 24 копейки. Но если у этой тарелки есть большая история про ее геокварковость и про то, как она позволяет шевариться и наполнять энергией космоса все, что вы в нее кладете, и даже воздух, если вы из нее дышите, то тогда скажут «10 тысяч? Так дешево! Можно, пожалуйста, я куплю?» И тогда и за 10 тысяч продавать жалко. Тогда и все 150 миллионов. Ты находишь карту, которая работает, а их может быть много, карта Америки, например. Но когда ты профессионалом этим занимаешься уже так давно, то... Обратите внимание, есть риск, что ее разоблачат. Есть риск, что скажут девушка, о чем вы говорите. Неужели вы не замечаете, какую дичь сейчас вы несете, которая не имеет никакого отношения к действительности? Никакой геокварковости, никакой тарелковости и никакого процесса шваривания не существует вовсе. И учитывая, что есть страх быть разоблаченной, есть необходимость постоянно подчеркивать свою экспертность и профессионализм. Но знаете, мои дорогие, учитывая, сколько уже геокварковости мы произвели в нашей лаборатории, сколько тарелковости уже есть у нас за плечами, над которыми мы работали, сколько у нас опыта за плечами, то и неудивительно, что сейчас каждая геокварковая тарелковость, она не может не работать самым оптимальным образом и формировать желаемые результаты у каждого нашего клиента. Только для этого необходимо надевать ее вот так вот на голову. Только обратите внимание, очень важный момент. Может быть вы заметили, что это не просто надеть ее на голову. Нужно соединиться с энергией космоса и думать о том, что космос наполняет меня силой. И вот примерно в этой части, где у вас есть эта волшебная чарка, которая соединяет вас, вот эти вот два места друг с другом, связывая энергию в узел и открывая пространство самых лучших изменений, вы начинаете чувствовать. И вот вы здесь прикладываетесь средним пальцем, касаясь одновременно геокварковости и тарелковости вашего лба, а сзади, где затылок, тоже средний палец. Если бы вот так вот вы и сделали, то в таком случае вы неизбежно научитесь передвигать предметы на расстоянии, читать мысли других людей, и все деньги этой планеты, они окажутся у вас в кармане. Но коварство заключается в том, что вы будете просто выше всего этого, и это перестанет быть вам нужным. Когда вы геокварковы, тарелковы и шваринговы, тогда вы особенные. Я некоторые карты прям даже до времени рождения, скажем, уточнила. У нее всегда будет ее клиент. Магическое мышление в обывателе, необходимость верить в то, что он может, сидя перед картишками, предсказывать будущее, никто не отменял. Это даже щипцами невозможно из человека вытащить. Почему? Потому что представьте, каким длительным периодом является период нашего с вами филогенеза, развития вида. Представьте, на фоне многих-многих миллионов лет, в какие дикости, в какие чары, в какое волшебство мы с вами верили. Это сейчас, грубо говоря, благодаря открытиям выдающихся величайших ученых, которые пытаются прикладывать усилия, чтобы одомашнивать дикий скот, человек начинает хотя бы немного причина обосновывать явления, протекающие у него в организме, вокруг, в мире, в других людях в целом. Но это, это единицы на фоне сонмищ бесконечного легиона. Здесь этих старых. Это же до сих пор рождается желание. Это же Новый год. Загадать желание, чтобы, знаете, чтобы все было хорошо. Счастье, здоровье. Это волшебная атмосфера, которая рождает пространство чудес. Нет. Это обычный день. Это вращение планеты вокруг Солнца. Это никак не означено и не значит ничего. Но желание человека накладывать на это некоторый смысл, с одной стороны, его убаюкивает, успокаивает. С другой стороны, может сыграть с ним злую шутку, когда он, продолжая верить в волшебство и думая, что сейчас будет ходить по воздуху, делает шаг и сваливается в пропасть. Поэтому в качестве маленькой игрульки, отвлечения, это может быть здорово и трогательно. Но все хорошо в меру, правда? Поэтому вопрос здесь важен заключается в том, что у нее будут ее клиенты. Будут люди, которые даже будут рады переписывать квартиры, брать кредиты и не заниматься реальной жизнью, а продолжать верить в шкварковость и в тарелковость. Это я не касательно нее имею в виду, а вообще в целом. Я сейчас принесу деньги и заработаю больше. Это мамонтовость и лоховость. Из человека не вычленить, не вытащить. Человек по умолчанию спит. А что значит для вас бодрствовать? Когда вы уже достаточно оттарелкованы, геокварканы и отшварены. О чем это для вас? И еще, любой культ и деструктивный, конечно, это с точки зрения сектоведения, есть необходимость вводить свои ключевые слова, чтобы заставить жертв в них ковыряться. Это важный момент, чтобы им было сложнее себя извлечь из гравитации новых слов, которые в них вонзают. Именно поэтому я в самом начале начал придумывать некоторую геокварковость, тарелковость и швариться. Но помимо всего прочего, на все политические вопросы влияет многое что. Но помимо всего прочего, на то, насколько эффективно будете вышвариться, используя геокварковую тарелковость, влияет большое количество компонентов. Например, какое время суток, в которое вы выполняете это упражнение? Что вы поели в этот день? Кроме того, сколько вы спали до этого? Какая у вас прическа? В какие тона вы одеты с точки зрения одежды? Какого цвета ваше нижнее белье? Это тоже имеет значение. То моргаете ли вы поочередно? Потому что для максимальной эффективности геокварковости и тарелковости необходимо моргать не вместе, а поочередно. Почему? Потому что именно поочередное моргание заряжает шмексовые волны на дне геокварковой тарелки, что позволяет ей швариться, пронизывая пространство вокруг. Это важно учитывать, потому что шмексовые волны никто не отменял. Видите, сколько компонентов необходимо учесть? Но подробно мы будем разбирать эти компоненты вместе с вами на третьей ступени. Пожалуйста. Сейчас я про этого аура говорить не буду подробно, потому что все равно вы, скорее всего, не поймете. А вот на третьей ступени вы будете максимально к этому готовы. Видите? То есть я вам показываю приемы формирования иллюзии экспертности в головах доверчивых обывателей. То есть какие-то важные детали, которые, если вы упустите, то не сможете извлечь максимум выгоды из геокварковости. А если вы будете их применять, то тогда у вас все получится. Иногда приходится сравнивать, что происходит в общей среде. Ведь есть движения планет, которые указывают, например, на какую-то общую глобальную обстановку. Там очень много вещей, которые для меня как голографическое пространство, которое позволяет иногда посмотреть издалека, вблизи, как навести линзу. Знаете, в геокварковости и в тарелковости, когда вы шмиксуете и шваритесь, столько есть интересных, важных моментов, которые и для меня самого не всегда являются понятными. И знаете, своего рода они всегда создают какое-то пространство чудес. Потому что бывает наденешь вот так вот на голову геокварковость и начинаешь словно читать мысли людей, которые тебя окружают. А вы знаете, это иногда бывает полезным, потому что предугадывать их мысли, решения, это то, что может пригодиться, например, когда я посещаю казино. А вот иногда, если на затылок немножко смахну, то удивляюсь, будто бы мои, и даже, знаете, вторичные половые признаки начинают увеличиваться в размерах. А я даже этого и вовсе не хотел. А это как-то само происходит. Да, не было бы плохо, если бы они были побольше, конечно. А так вообще можно даже вот сюда привожить. И тогда, знаете, своего рода требуется целых две. А я еще, знаете, хочу вам сказать, что если вы купите сразу две геокварковые, шкварковые тарелковости, то, конечно, у нас есть скидка. Обещать не буду, но рассмотреть можем. Но только если, конечно, хватит экземпляров. Пока обещать не могу. А вообще это всегда для меня какое-то удивительное открытие. Я сам полон вдохновения. И вообще я полна вдохновения, потому что это всегда что-то новенькое. Каждый день что-то новенькое. Сколько космических чудес заключено именно вот в этой шкварковости, правда? Звучит так, как будто бы это намного сложнее, чем делать разбор отдельного человека. Конечно, разумеется. Отдельный человек, скажем, с ним все понятно. Ты видишь сразу. Вы знаете, это все звучит таким образом, что вот так вот шкварить геокварковостью и тарелковостью фрукты, овощи и воздух. Это гораздо сложнее, чем просто читать мысли людей. Ну, конечно, конечно, это гораздо сложнее. Знаете, когда вы просто читаете мысли людей, это же просто для нас сейчас. Ну, что в этом сложного? У нас уже люди на первой ступени умеют читать мысли людей. Но когда речь идет о геокварковости, здесь все гораздо сложнее. Потому что столько различных компонентов необходимо учесть для плодотворной работы. Это, конечно, все не так просто, как кажется на первый взгляд. То есть, обратите внимание, слова – это лишь звуковые волны. Смысл, в смысл эти звуковые волны превращает тот, кто эти слова слушает. Задача слов – воздействие на поведение человека. Человек доверчивый, когда это все слушает, он начинает думать, вот оно спасение, вот оно мне подскажет, вот я теперь знаю, чем надо заниматься. Вот оно, геокварковость и тарелковость – это и есть то, для чего я родился, и то, что привнесет смысл в мою жизнь. Да. То есть, видите, постоянно создание иллюзии своей экспертности вот этими приемами, которые я подчеркиваю, которые сами по себе нейтральны. Ключевым является то, в чьих они руках. Правда? Как и лопата. Лопатой можно людей губить, лопатой можно строить дома, выкапывать канавы, заниматься мелиорацией, увеличивать собираемый урожай. Все зависит от того, в чьих руках эти приемы. Но, когда эти приемы дарят людям беспочвенные надежды, тогда, мои дорогие, мы с вами включаем линзу исследователя и начинаем видеть, что это никакая не геокварковость, никакая не тарелковость, и никакой шмекси и шварица здесь не надо. Это всего лишь тарелка. И то, что миф, который вокруг нее плетут, это просто миф на лоха, чтобы его раскачать, и чтобы он спасибо сказал, отдав свои последние деньги за возможность этим воспользоваться. А если это всего лишь тарелка, то как его тогда развести? Не получится. Во-первых, характеристики, все алгоритмы жизни, даже скрытые стороны характера, которые он может в себе и не признавать. Смотрите, как удобно, кстати. Вы сказали, что у меня есть такая черта характера, что я транжира, да? Да. Но я не транжира. Да, это просто та черта характера, которую ты в себе не признаешь. Неужели тебе непонятно? Мне-то виднее. Видите, любая модель, используемая человеком, чтобы причесывать лоха, должна быть такой, что в ее пределах даже невозможно усомниться в ее работоспособности. А любые сомнения уже можно в нее вписывать. Да вы просто не признаете в себе это качество. Но ничего страшного. Вот начнете вы работать с геокварковой тарелковостью, то вы и начнете замечать в себе такие качества, которые раньше не признавали вовсе. Астрология, даже прогностическая, она не так проста, как кажется, что будет вот так, наверное, он сможет сманеврировать. Вот такого рода ключевые фразы, но здесь все не так просто. Но вот эта тарелковость не такая простая, как кажется на первый взгляд. Ой, даже знаете, не знаю, как вам сейчас это объяснить, здесь все не так просто. Вот такие ключевые фразы, если вы слышите ваш адрес, то вас уже раскачивают и разогревают, чтобы сделать из вас послушный пластилин и закрывать какие-то дыры в кошельке человека, который вас так раскачивает. Поэтому помните об этом. Эти фразы не проговариваются как-то спонтанно, действительно человек думает о том, как бы это объяснить. Задача этих фраз это выбивать остатки критического мышления у вас и делать вас более послушным. Поэтому слышите в свой адрес такие фразы. Ой, это не так просто, я даже не знаю, как вам это объяснить. Эта тарелковость только на первый взгляд кажется какой-то простой, но ее геокварковость гораздо сложнее, чем вы думаете. То сразу в этот момент времени, чтобы не оказаться вот таким дурачком с тарелкой у себя на голове, которую я сейчас, с которого изображаю. Бегите! Бегите! Иначе настанет такой момент, что вы даже и понимаете, каким идиотом вы выглядите, и вы даже можете не верить в работоспособность геокварковости и тарелковости, когда она шварится и шмексится. Но на всякий случай будете на голову себе ее надевать, потому что человек-существо какое? Внушаемое. Там есть несколько слоев. Например, можно увидеть, что не связано с планетами, которые сейчас ходят, а связано с разворотом его личной карты. Такой есть момент, называется это прогрессия. Когда вы пользуетесь геокварковой тарелковостью, то, надев ее себе на затылок, начинает открываться прогрессия ваших способностей. И они начинают шмекситься и швариться. И таким образом, усиливая плотность свою в прогрессии, вы начинаете замечать, что мысли других людей становятся для вас нечто таким осязаемым. Это значит, ваша прогрессия достигла необходимых 13,5 гиперболоидов. И вот когда этому другому человеку уже предлагаются обстоятельства, скажем, с внешнего неба, да? И вот когда ваша гиперболоидность достигает 13,5 гиперболоидов и прогрессия достаточно, что геокварковость позволяет вам эту тарелковость зашварить и зашмексить, вы тогда начинаете чувствовать себя совершенно другим человеком. Но почему вы продолжаете думать, что я вовлекаю вас в деструктивный культ? Нет, это же действительно гиперболоидность 13,5 градусов швариться, шмекситься по геокварковой тарелковости. Неужели это непонятно? Это просто чудо какое-то. Вот смотрите, вот так вот делаете и вот поднимаете вашу ага, ага, ой, вот, 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 заработала, заработала, А он даже не понимает. Ему там, у него отнимают там близких каких-то или дают каких-то новых людей, говорят, работа тебе не подходит, он пытается возвратиться. Вот человек живет своей жизнью, живет и даже не понимает, что он не умеет читать мыслей, что не умеет превращать воду в золото, что не умеет воскрешать мертвецов, что ходит на работу какую-то непонятную, которая совершенно не для него, что взаимоотношения у него оставляет жевать лучшего, и он даже не понимает, понимаете, он даже не понимает, что всего лишь, если добавить в свою жизнь геокварковую тарелковость, то таким образом у него сразу начнет все работать как надо, а он даже не понимает, но вот объясните мне, Лаура, дорогая, хорошая, как мне доносить до людей, что они даже сами не понимают, как много у них проблем, которые могут быть решены, если они геокварковость в свою жизнь добавят, а они даже не понимают. Иногда так хочется докричаться и достучаться, что, ну подожди, это все не случайно, что нужно изменить вообще систему координат и с точки зрения экономики, и социума, и человеческих отношений, и всего. Понимаете, в сегодняшнем дне эту геокварковую гиперболоидность и тарелковость для того, чтобы шварить и шмексить, необходимо добавить в различные сферы человеческой жизни и в сферу его взаимоотношений, и в сферу его деятельности, его взаимоотношений с другими людьми, с собой, с деньгами в том числе. Видите, эти все сферы необходимо прорабатывать гиперболоидной тарелковостью, а в противном случае, как тогда человек может хотя бы раз в жизни почувствовать себя счастливым? Вот так вот это работает, понимаете, это вот так вот работает. Когда человек добавляет эту гиперболоидную тарелковость, еще добавив к этому геокварковость, это не может не работать. Но, девочки, мои хорошие мальчики, сколько таких людей, сомневающихся, уже через меня прошло. И каждый из них потом замечал, насколько все-таки геокварковость работает так, как надо. Потому что эти процессы, понимаете, механизмы еще учеными не изучены. Они гораздо древнее нас с вами. Меняется картина мира. Меняется мы же привыкли там на экономику, мы работаем. Человек существо внушаемое. Если вы будете изо дня в день, из минуты в минуту, из разных источников, даже из утюга, слушать про геокварковость, тарелковость и то, как необходимо вовремя швариться, чтобы не шмекнется, чтобы не сшмекнуться, давайте так скажем. Знаете, здесь тоже это важный момент. И достаточно ли у вас киберболоидов, чтобы было не меньше 13,5? То вы в действительности начнете функционировать, опираясь на эти смыслы в вашем воображении. Знаете, здесь, если слушать такого рода поток речевой, может действительно складываться впечатлением. Надо же, девушка что-то интересное говорит, в этом действительно есть какой-то смысл. Но вот сейчас, работая над этим выпуском, когда я вслушиваюсь практически в каждое слово и предложение, особенно становится вопиющим, громким, добавьте любое слово, происходящее здесь. И в действительности, ну, просто из любви к человеку, из необходимости о нем позаботиться, из желания быть на страже его мышления, я не могу позволить себе надеть себе на лицо вот эту геокварковость. И даже, знаете, ну, вот так вот только если, да, ну, на всякий случай вдруг сработает. Знаете, я, конечно, не верю, что это все работает, но на всякий случай все-таки немножко пошварюсь в шмексе, чтобы гиперболоидов было достаточно в этой геокварковости. И в самом деле пришел тот момент, когда уже земля не выносит такое потребительское отношение к себе. Если я говорю, что эта тарелка является геокварковой, с этим можно поспорить. Но если я добавлю, ну, на самом деле эта тарелка является геокварковой тарелковостью, то с этим будет поспорить сложнее. Я же добавил уже на самом деле. Это во-первых. И во-вторых, земля уже не выносит. Видите, магическое мышление, которое свойственно человеку в его пять с половиной лет, когда он воспринимает планету словно человекообразным существом, которое может что-то выносить, не выносить. Вот это наделение человеческими способностями стен. Эта стена со мною разговаривает. Она рисунком, узором, обоев хочет сказать мне о том, что... Альберт, ты что сомневаешься в работоспособности геокварков? Мы идем к обретению очень мощной энергии. Обнадеживать людей, рассказывать им о том, что и совсем скоро вы придете к новой мощной энергии. И вот настает такой момент, когда вы начинаете чувствовать свои новые силы. И вот совсем скоро, да, вы, может быть, в этом сомневаетесь, но этот момент наступает, когда вы чувствуете свою особую мощь, которая разворачивается у вас. И да, это у вас получается, сверхспособности у вас открываются. А теперь проходим, пожалуйста, и платим ваши денежки, платим денежки. Не задерживайтесь, а то сверхспособности могут не открыться так быстро, как они должны открываться. Смотрите, вот так обнадеживать людей, рассказывая им такие сказки, это полностью отключать у них критическое мышление, это искушать их утратить связь с действительностью, это заставить их верить в чудеса, в чудеса, так сложно не верить. Я могу принести им денежки, и у меня завтра станет в два раза больше. Нет, у меня же сказали, что это на самом деле работает, это действительно работает. Хочешь со мной, просто если прийти вдвоем, то комиссия еще будет дополнительная, можно вместе поделить друг с другом. Да, 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 позвольте себе роскоши быть богатыми, хватит уже быть бедными, вы заслуживаете быть счастливыми и богатыми, и мы вам в этом поможем. Да, и в это так сложно не верить, поэтому вот это втирание надежды подобно втиранию наркотиков слизистую, чтобы делать человека зависимым рабом. Это не связано ни с нефтью, ни с чем. Если человек скажет сказанное выше про открываются сверхспособности, то есть риск, что у меня спросят «Альберт, ты с кукухи съехал? О чем ты вообще говоришь?» Но если я скажу «Открываются вот эти сверхспособности, это совершенно не связано с тем, о чем люди привыкли думать, понимаете, это нечто особенное», то тогда большая вероятность того, что никто никаких вопросов задавать мне не будет. Я же настолько поглощен этими открытиями, как можно мне не доверять? Я же сам в себе нахожусь, это же все по-настоящему происходит во мне, я чувствую связь с особенной действительностью, видите, но как можно спорить со мной, когда что-то особенное уже начинает происходить во мне, и это совершенно не связано с тем, о чем вы привыкли думать, это же действительно настоящая гиперболойтная геокварковость, ну почему вы до сих пор в это не верите? Это связано с тем, что мы, если уж обретаем такую энергию, с точки зрения, скажем, технических вопросов, с точки зрения экономических, человеческих, всяческих. Чем, условно, вселенная недовольна, что мы все делаем не так, раз у нее вот такие уроки для нас? Скажите, пожалуйста, ну чтобы произошли вот эти изменения у человека? Необходимо же изменения даже в его ДКН и в ДНК, ну в кровяных тельцах, в его генах, а вот за счет чего происходит открытие возможности телепортации, телекинеза и чтения мыслей? Расскажите, очень интересно, сейчас как раз присматриваю кредит, чтобы купить у вас эту геокварковость. В организме меняется ДНК, ДНК меняется таким образом, что у человека развиваются те функции, которые прежде не работали. Но после этого сомнений уже точно не будет. Это телепатия, это там вплоть до телекинеза, это совершенно другие знания, это такая трансцендентность широкая, это телепатия, это там вплоть до телекинеза, это совершенно другие знания, это такая трансцендентность широкая, что вот это местечковость и мелкотравчатость уже не годится. Здесь происходит аккуратное деление на своих и чужих. Вот есть те, кто покупает наши геокварки, которые позволяют швариться и шмариться и зарабатывать нужное количество киберболоидов, ну, чтобы было не меньше 13,5. А есть те, кто против. Ну, это мелкотравчатость и местечковость. Что мы можем поделать с этими людьми? Ну, и пусть и дальше не умеют читать мысли, заниматься телекинезом и телепортом. Мы же не можем заставить их силой. Поэтому это некая местечковость и мелкотравчатость. Ну, и ладно, это их проблемы. Ну, а мы-то с вами знаем, что геокварковость, она... Ну, вот, скажем, тем, кто против этого, им совсем не надо, чтобы это ДНК развивалось. Может быть, именно поэтому сейчас у людей такой большой спрос и запрос на то, чтобы как раз изучать всякие эзотерические науки. Лаура уже буквально тонет в этом плотном и беспощадном, и бессмысленном потоке смыслов, в которых она оказалась, как в кастрюле. Она буквально в этом тонет, уже начинает это оправдывать, уже начинает находить причинно-следственные связи. Ах, вот почему оказывается такой сейчас запрос в отношении эзотерических наук. Вот оно, что оказывается. Спасибо, что объяснили. Видите, как происходит вот эта работа гравитации, поглощения человека этими придуманными, бессмысленными, беспощадными смыслами, и он уже начинает вариться в них, оправдывать их и думать в их ключе. Ах, вот оно! Ах, вот почему оказывается меня уволили с работы и у меня нет качественных взаимоотношений. Вот оно, что. Это потому, что у меня гипербавоидов по геокваркам недостаточно. Люди просто испытывают просветление. Очень многие вдруг начинают понимать то, чего не понимали. Их никто не заставлял. Есть такая конфигурация астрологическая, которая вообще подает импульс, ну, можно сказать, божественный. Даже слово божественный человек не постесняется использовать, когда есть необходимость продавать воздух вот в этой тарелке. Но для того, чтобы немножко успокоить свою совесть, остатки, которые все-таки есть в организме, человек может добавить. Можно сказать, как бы я же не говорил божественный, я сказал можно сказать божественный. Вот такая песня. Выпуск не без юмора с одной стороны, но в то же время крайне беспощадный. Правда, немножко лютанули мы здесь с вами. Итак, здесь я вам показал, что значит продавать воздух в тарелке или дырку от бублика. Что значит придумывать миф, заражать эмоционально. И как важно не обволакиваться этим и хотя бы остатки критического мышления оставлять в своей драгоценной черепной коробке. С вами Альберт Сафин. Вы, если посчитаете нужным, можете и далее изучать этот выпуск сквозь призму сказанного мною выше. Все ключевые смыслы, которые я считал нужным, я подсветил, зафиксировал ваше внимание на них. Это может быть полезным. Не только с точки зрения изучения этого материала, а в целом познание себя, людей и мира в целом. Ваше благополучие зависит от вас. До скорых встреч, мои дорогие. Смело пишите в комментариях, что было для вас полезным. С вами Альберт Сафин. Пока. То есть там участвуют планеты, которые в таком виде бывают крайне редко. А как оно будет лучше, если сейчас идет трансформация? Сначала один там...